земля как пузырь воздуха в воде еще раз по тесле как еще раз я начал новые я перезапустил камеру еще раз что ты говоришь что вокруг нас по тесла земля как земля как ну все планеты как пузыри воздуха в воде соответственно получается если взять все звезды это те же солнце правильно все звезды это те же солнце каждая из них создает материю и создают плотности и держатся друг от друга вот соотношение этих плотностей объемных то есть это кисель своего рода вот материя разуплотняется все двигатели вот эти они на чем основаны там создается просто разница потенциалов правильно но и чего и потом поддерживается и потом он поддерживает соревнов молодец ты сейчас изложил мою президентскую программу медаль будешь баллотироваться слышу говорю я грубую баллотироваться не только по рыбнику причем тут рыбников не привязывай все к одному рыбнику пожалуйста нет дело в том что тут рыбников архимия тесла все знания на земле уже есть их надо просто сложить это некая это ребус на самом деле он легко решает и так дорогие друзья ну мысленно дорисуйте у меня здесь шлем какой угодно дым из ушей идет в общем рисуйте как и так специально для life news петербург значит дорогие друзья попросили представиться чем за описать чем занимается наша организация так зовут меня ярослав старухин я представляю проект глобальная волна исходники в интернете все лежат можно в хорошем качестве все взять на сайте что то есть вот 43 года менеджер по образованию много профессий прошел фрезеровщик токарь киномеханик стрелок радист банкир бухгалтер работа благотворительных организациях работа по оптимизации налогообложения крупных налогоплательщиков последние 15 лет хобби военно промышленный шпионаж поскольку доводилось работать с лицами которые занимают руководящие посты в государстве на этих людей заводится информация обладающая грифом определенной секретности и так или иначе институты научные институты работают и на военную тематику вот я увидел что в военных технологиях рано или поздно происходит момент когда уровень секретности снижается конкурент уже реализовали подобные технологии и и устаревшие как бы технологии спускаются коммерциализируются в мирной жизни то что мы с вами видим как говорит андрей петрович девятов выступающие в школе здравого смысла ведущий военный китаевед он сбился смысле бывает чем хорошо работать с монтажерами они вырежут лишнее это не конференция где можно остановиться и думать как бы лучше фразу связать на конференции надо как пулемет стрелять и так чем занимается ваша организация создание предпосылок для перехода цивилизации на иной уровень мышления технологического развития морально-нравственного состояния всего общества на планете мы попытались выразить это в письменном тексте вот коллективно созданный документ над этим работало большое количество людей в прямом интернет эфире это производилась рассылка лично на почту в skype конференциях предварительно озвученные цели признанные но не сто процентов руководств действий что удалось по крайней мере приблизиться к насущности задач соответствии со страт с остротой сегодняшнего момента в сегодняшней гонке вооружения невозможно победить победить оружием соответственно нужно побеждать идеологии и образа мышления подкрепленные технологическими возможностями которыми которые позволят каждой стране на планете прекратить агрессию во вне и внутри и направить весь потенциал человеческого социума на самореализацию саморазвитие каждого человека на планете это главная и единственная задача вот ребенок рождается и такой в чем смысл жизни саморазвиваться дружище саморазвиваться у тебя все есть еда питье жилье только саморазвиваться вот это то чем занимается наша организация следующий вопрос вы только продвигаете технологии или и создаете их лично я создаю технологию лично я разрабатываю научную работу которая называется теория антикризисного управления в условиях в условиях турбулентности процессов то есть вот это тоже изобретение то как делается сейчас вот эта запись это тоже социального рода изобретение не сама запись изобретение то что я поставил камеру вторую камеру говорю и это снимаю это не изобретение изобретение в другом было предположение что если создать канал на котором говорить о прорывных технологиях то через этот канал пройдет огромное количество людей заинтересованных тем или иным сюжетом тем или иным выступающим и люди начнут друг с другом знакомиться и через это будет разрастаться внутренняя социальная нейронная сеть плюс в проекте реализуется уже прототип показан проведено патентование по предложению Олега Басаргина это создание частного государственного партнерства создание совместных интеллектуально авторских прав когда в патент вписывается автор изобретения и туда предлагается войти социальному учреждению которое находится на бюджете государства внося в патент такую структуру создается потенциальный источник внебюджетного финансирования в случае внедрения изобретения в серию и получения коммерциализации за то что на старте автор включил это учреждение в патент обладателя учреждение будет получать какой-то профит так какие изобретения сейчас в разработках ну постоянно ежедневно мы получаем отчеты на форуме Кушелева Александра Юрьевича которые закупают материалы закупают приборы измерительные магнетроны чтобы провести эксперимент в области микроволновой энергетики микроволновая энергетика позволяет с минимальных размеров получить очень большие мощности вплоть до передвижения объектов размером с автомобиль а также размером со стадион да хоть и с целый город то есть как бы нет физических противоречий вот так же разрабатывается эликсир продления жизни в смелых фантазиях ученых речь фактически идет о получении бессмертия или же устаревшие технологии заморозки но доведенные до совершенства когда кровь разжижают ксеноном и нервные волокна не повреждаются при замораживании но это для экстремалов для таких которые не хотят эликсир пить их замораживаем будут вот изобретение много даже и не рассказать обо всем об этом и наш канал круглосуточно могут приходить люди приходят сейчас находятся конференции люди мы видим вот в нижней панели это вот люди находящиеся на живой конференции всего в эфире сейчас 12 человек так как вы сотрудничаете с федором башко федор башко был здесь вот одним из в конференции изложил участникам панели свою идею дальше была переписка в публичном пространстве на странице ярослава старухина социальной сети вконтакте вот поскольку мы лично не видели не щупали но умозрительно очень интересные вещи говорит увлечен задорен конструктивно представляет как все это должно выглядеть поэтому мы договорились что как он нам продемонстрирует мы сразу же вылетаем и это снимем вот life news заинтересовалась раньше уже это сняли нам легче вот это и есть глобальная волна вот как вы сотрудничаете с федором башко ну как как он сюда пришел вот так вот а мы его пиар-менеджеры агенты глобальная волна то есть мы сейчас фиксируем за федором башко интеллектуальное авторское право на то что он там придумал о чем уже сейчас идет разговор это идет создание контента уникального видеоконтента я снимаю сюжет для life news одновременно этот ролик будет монетизироваться и копейкам не будет капать это одна из статей пассивного дохода это пример для молодежи да и для граждан всей страны каким образом можно дистанционно занимаясь любимым делом зарабатывать вот какие проекты делали вместе не делали честно скажу как бы вот мы познакомились на этом портале так что вы знаете о его изобретении генераторе энергии как вы это оцениваете описание полное есть суть коротко в том что идет прерывание магнитных полей то есть создание градиента разности искусственно не искусственно а дальше в зависимости от того как ты сумела сумел прерывать вот этот магнитный поток как он взаимодействует с окружающим полем и как оттуда можно получить например то есть как чувствовать резонанс среды чтобы в нужный момент слегка подтолкнуть а оттуда там усиление пришло вот об этом как бы суть изобретения удалось автору поймать жар птицу за хвост или нет мы узнаем только в практическом эксперименте поскольку автора теории нету то как бы провести экспертизу проекта в области фундаментальной теории или альтернативной теории не представляется возможным это действительно изобретение не имеющее аналогов сто процентов аналогов не имеет потому что по заявленным то что по заявленным характеристикам мы должны там получать это устройство одноразового запуска это не вечный двигатель никакой потому что ничего вечного нету и звезды взрываются или гаснут в общем по разному как то там происходит до износа механических до износа ресурса механических движущих частей вот подобное изобретение на сегодняшний день для человечества не имеет аналогов и применяться это может абсолютно во всех областях какие планы по его использованию в каких областях он может применяться все что вокруг нас движется светится используется вот в общем везде куда тянутся провода все планомерно сможет замениться на автономное в каждом устройстве будет автономный миниатюрный размером с молекулу нанотехнологический источник который будет позволять питать ваш постоянный наушник или микрофон или камеру ну в общем так на этом официальная часть закончилась и перейдем тогда к нашему вернемся к нашим шестнадцать минут для live news надежды так 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 песни конечно так можно же поставить так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Инициатор проекта Старухин Горослав Петрович... Наша цель – это мощный скачок в развитии страны и демонстрация всему миру реальной, процветающей жизни разумного общества. Продолжение следует... 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 Одна из задач глобальной волны – это объединение граждан, заинтересованных во внедрении новых научных разработок для выдвижения представителей в органы законодательной власти. Нужно хорошо понимать, что устройство одноразового запуска, неинвазивное, безхирургическое здравоохранение – это все можно поставить под запрет законодательными актами. Соответственно, необходимо либо лоббировать свои интересы, либо, что самое эффективное, представить высшие органы законодательной власти, а также местные органы законодательной власти, местное самоуправление, людей, заинтересованных во внедрении прорывных технологий непосредственно в их районе, в их доме. Для максимального привлечения внимания к проекту «Глобальная волна» ведущий проекта «Глобальная волна» Ярослав Старухин. Заявляет в прямом эфире свое желание, человеческое желание поработать помощником президента. Подучившись у действующего президента выдвинуть свою кандидатуру на выборы и принять участие в президентской гонке 2018 года. В случае победы в президентских выборах формирование через органы законодательной и исполнительной власти новой парадигмы экономики изобилия в рамках Российской Федерации. Когда мы сможем реализовать экономику изобилия в рамках нашей страны, предлагая что-то миру, мир сможет этому верить и доверять. Потому что они будут видеть многотысячные включения, прямые эфирные включения из домов, простых домов людей. Где люди используют... Василий, Василий, у меня тут запись крутится. Василий, у Василий, у Василий, у Василий, у Василий, у Василий, у Василий. Извините, вот это особенности прямого эфира, когда подключаются новые пользователи, не все выключают, бывают микрофоны. Трансляция продолжается. Вот, в принципе, сюжет для Live News, два сюжета на 50 минут, и вот этот вот на 25 минут. Вася, Вася, Василий, включи микрофон. Все. Вопросы есть, нет? Я пошел спать. Ярослав, я тебя через контакт отправил. Не отправил, выложи на стену, пожалуйста, выложи на стену, чтоб я меньше лишних движений делал, пожалуйста. Все. И другие люди сразу увидят, посмотрят, перепостят. Это же все. Так, Михаил Архипов. Прием, проверка связи. Да, Ярослав Петрович. Вы наблюдали сюжеты, можете дать свои комментарии? Не, не могу сейчас дать комментарии, я сейчас очень занят перетыканием камеры, я ее выдернул случайно. Так. Так, и что, вы все прослушали? Практически, да. Я вот сейчас занимаюсь. Владимир Усова. Усова, ответьте. Не, Усова слушала. Так, что скажешь? Хорошая, ну, хорошая, но, знаешь, как… Живого мало такого, прям живого, чтобы… Слушай, ночь, но нужно понимать, что я не могу ни громко кричать, ни голоса модулировать не могу, потому что уже народ спит. Вася, тебя плохо слышно, говори. Вася, Вася, прием. Слово. Ну, все, тогда я пошел спать, я закрываю запись. И вот, дорогие лайв-ньюсовцы… Ярослав Старухин, добрый вечер. Это Александр Кейн, журнал «Один день. Ничего не делающих людей никому не известно». Ярослав, что сегодня вам рассказывать, какие технологии, как изменится мир завтра? Мы боимся, мы боимся летать, дорогие друзья, не будет воин, не будет границ, везде люди будут улыбаться, кушать ананасы, ананасы. Вы что любите, Александр? Вам нравятся ананасы? Ну, в общем, бывает, такие тролли приходят, с ними надо очень вежливый канал. Глоба УВФ – это, в первую очередь, психотерапевтическое дополнение. Вот так можно сказать. Это психотерапевтическая программа. И, в первую очередь, и для ведущего, конечно же, дорогие друзья, при такой работе мы все тут друг к другу психотерапевты и помощники. На этой приятной ноте мы заканчиваем сюжет, дорогие друзья, фруктами. Сочные фрукты, сочные. Сейчас я вам покажу. Канал Global Wave – это здоровое питание, здоровый образ мышления. Думать о других, как о своих братьях и сестрах. Про животных же так и говорят – братья наши меньшие. Все, спасибо, я выключаю эфир. Стоп, снято. Продолжение следует. Продолжение следует...